Любители сериала «Великолепный век» не устают поражаться великолепию и богатству дворца Топкапы. Особенное место занимает гарем султана. Женщины, жившие в гаремах повелителей, всегда были самые красивые и со вкусом одеты. Однако не стоит принимать за чистую монету все то, что показывают в сериале. В реальности жизнь простых наложниц и даже фавориток была отнюдь непроста. Жестокость османских султанов вошла в историю своей кровавостью и порой неоправданностью и поспешностью принятия решения жизни или смерти своих приближенных. Достоверно неизвестно, страдали ли от жестокости султана только его придворные или женщинам гарема тоже приходилось искупать грехи своей жизнью. Известны случаи, когда султан отдавал на суд толпы своих визирей или советников только для того, чтобы унять недовольство народа. Но было ли применимо это правило для женщин из гарема? В истории упоминается один крайне любопытный случай. В начале своего правления Мехмед II, прозванный завоевателем за свою любовь к военным походам, смог покорить Константинополь, было пленено множество мужчин и женщин. Некоторые из самых красивых девушек попали в гарем повелителя. Среди них оказалась одна девушка. Она очень приглянулась султану и полностью завоевала его внимание. По одной из версий звали ее Ирина, предположительно она имела либо славянские, либо греческие корни. И безусловно была христианкой. Дело в том, что все девушки, попадавшие в гарем, обязательно должны были принять ислам. Однако Ирина отказалась. Она очень любила султана, и султан любил ее. Но предать свою веру ради него она не могла. Они провели вместе не так уж много времени, потому как приближенные султана стали выступать против связи христианки и султана. Это нарушало все традиции и устои османского общества. Сердце Мехмеда II было разбито, но он не мог переступить через законы. Поэтому он лично задушил свою любимую. Существует мнение, что неподалеку от тюрбе, где похоронен султан-завоеватель, находится неизвестная могила. Некоторые считают, что там похоронена Ирина. Еще одним примером жестокости османских султанов является история о Сулеймане и Гюльфем. Гюльфем была первой любовью султана Сулеймана. У них даже был сын, позднее он умер в раннем детстве. Затем в гареме появилась Хюрем. Она потеснила всех женщин в гареме и заняла место рядом с султаном в качестве хасики, любимой жены. Хюрем стала последней любовью Сулеймана, великолепного. Что удивительно, несмотря на то, что Гюльфем потеряла любовь султана, она не озлобилась и не пыталась очернить имя Хюрем в глазах султана, они даже стали подругами. После смерти любимой жены, Сулейман стал находить утешение во встречах с Гюльфем. Несмотря на то, что Сулейман страдал от подагры и мочекаменной болезни, Гюльфем продолжала приходить к нему на свидания, хальветы. Конечно, в том возрасте, что находились Гюльфем и Сулейман, вряд ли они могли заниматься чем-то, кроме беседы. Но султан очень дорожил этими встречами. А Гюльфем настолько любила султана, что хотела сделать ему подарок, построить в его честь мечеть. Но денег, получаемых ею за должность в гареме, ей не хватало. Поэтому иногда она стала продавать другим наложницам своих хальветы с султаном, надеясь в скором времени накопить недостающую сумму. А самому султану говорилось, что Гюльфем нехорошо себя чувствует, и поэтому на встречу приходили другие девушки. Некоторые из них радовались возможности провести время с султаном. Но одна наложница, решившая устроить себе обеспеченную жизнь, однажды оклеветала Гюльфем в глазах султана. Женщина заявила, что для Гюльфем важнее деньги и финансовые благополучие, чем внимание султана. Сулейман, придя в бешенство, опрометчиво отдал приказ казнить Гюльфем. Вот так женщина, любившая султана всю свою жизнь и мечтавшая сделать ему подарок, поплатилась своей жизнью. Впоследствии Сулейман узнал о том, что Гюльфем собирала деньги на окончание постройки мечети, для него и раскаялся в своем поспешном решении. Он достроил мечеть, и Гюльфем нашла в ней свой последний приют. Часто султан навещал ее могилу. Еще одним примером жестокого султана был Ибрагим, прозванный Безумным. До своего восшествия на престол Ибрагим провел много лет в кафесе, где постоянно ожидал смерти. Все это пагубно отразилось на его психике. Он стал подозрительным и недоверчивым. Даже когда ему сообщили о смерти султана, он не мог в это поверить, пока ему не показали мертвое тело султана. После своего воцарения Ибрагим, как и все султаны, обзавелся своим гаремом. И потом очень легко от него избавился. Мнения историков на этот счет расходятся. Одни считают, что Ибрагим заподозрил всех своих наложниц и фавориток в заговоре против него. Другие уверены, причиной гнева султана стали сплетни, что одна из наложниц султана изменяла ему с другим мужчиной. Правда, непонятно, как это могло случиться, ведь наложниц всегда охраняли и у них не было возможности выходить за пределы дворца Абкапы. А может, это был один из евнухов, охраняющих гарем. В любом случае, султан пришел в ярость и приказал убить всех женщин своего гарема. Все 280 девушек-наложниц и фавориток султана были задушены и сброшены в Босфор. Рыбаки, вышедшие на рыбную ловлю следующим утром, были в ужасе, когда увидели на дне пролива сотни женских тел, однако документального подтверждения эти события не имеют. Еще одна история упоминается во время правления султана Абдулмеджида. Султан имел большой гарем, но в фаворитках у него была только одна девушка. Султан любил ее до умопомрачения, тратил на нее сумасшедшие деньги. Как-то он пожаловался близкому другу, что ее любовь слишком дорого ему обходится. Слух об этом дошел до фаворитки, и она затаила обиду на султана. А когда султан назначил ей хальвет, то девушка, демонстрируя свою обиду, отказалась. Это мгновенно стало достоянием гласности, а еще спустя какое-то время фаворитка скончалась по неизвестным причинам. Исходя из всего вышеперечисленного, можно предположить, что исторически подтвержденных фактов казни фавориток по приказу султана в истории нет. А те случаи, когда женщины в гареме умирали, могли быть никак не связаны с немилостью султана, а по вполне естественным причинам. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует...